Два года назад Архангельский краеведческий музей открыл новую вакансию. Главное требование к претендентам – наличие шикарных кусов, быстрых лап и зверинной ловкости. Так в музее появились эти уникальные сотрудники – Решка, Сёма и Стёпа. Три рыжих представителя семейства кошачьих. Всего три кота, но нам хватает и свои функции они выполняют вполне исправно. В тёплое время года, наступившее сейчас, даже иногда во дворе, подчёркиваю, конечно же, не в музее, им удаётся поймать какую-то живность, которую они приносят сюда в музей, показывают, что они не зря едят свой хлеб, свой вискос и, в общем-то, всё отрабатывают. Архангельский музей не первый в стране и в мире, в котором работают кошки. Самые известные – это коты Эрмитажа и Британского музея. К сожалению, пока ни одно человеческое изобретение не способно с такой эффективностью защитить помещение от мышей и крыс, как самые обычные коты. Первой в гостиных дворах два года назад появилась кошка-решка. Её взяли из приюта для бездомных животных. Кошечка оказалась в интересном положении и скоро произвела на свет замечательных рыжих котят. Содержатся коты в основном за счёт того, что собирают сами сотрудники между собой. И, в общем-то, вполне им хватает. Кошки выходят на улицу. У них есть специальные ошейники с обозначением того, что это музейное животное с номером телефона. Вот сейчас я могу одну из них взять. Иди сюда, моя хорошая. Вот. Видите? Вот у неё есть ошейничек. Там номер телефончика. Поэтому они спокойно гуляют, они просятся здесь, выходят через двор, но в основном гуляют по нашей же дворовой территории. По музейным залам коты не разгуливают, и посетители не видят этих замечательных животных. Такова уж доля охранника – быть незаметным. И мы одни из первых, кто показывает вам архангельских музейных котов. Наслаждайтесь! И не забудьте во время следующего визита в гостиные дворы прихватить с собой какую-нибудь кошачью кусняшку. Редактор субтитров А.Семкин